всем доброго раннего утра вот ранний утренний сегодняшний ролик я посвящаю на тему опять же разговоров о том что в этом году инфляция в россии была рекордной большой до инфляции в этом году турции было даже скажу такой что шоковый такой шоковый такой сто семьдесят процентов 170 процентов было инфляции такого вообще не было я вот сколько живу вот так чтобы самое нет но я хочу сразу заметить что это якобы наша жизнь здесь доллар был 2 и 2 но рубль был рубль наоборот рубль был больше 15 рублей за лиру она дошла даже свое время даже до 22 рублей за лиру сейчас 360 370 и вот это уже держится давно что удивительно но доллар вот подскочил что послужило детонатором вот такой взрывной волны инфляции сказать трудно но объяснить можно потому что по всему миру пошло вот эта инфляция мировой кризис она все равно отдала свои отголоски еще с прежних как говорится событий во время коронавирусных ограничений она сразу не дала это самое а потом уже выдала как говорится это она была как бы скажем так инкубационном периоде была вот это вот и вот это зарвалась вот это и в том числе и конечно же поток мигрантов поток валюты которым это самой квартире подорожали несколько раз и аренда и все и все это взаимосвязано она и пошла на потребительские цены на продукты питания на все короче на все она она везде дала свои метастазы как бы как бы скажем так и пошло-поехало и так если так разобраться я вот взял и поставлю в описании что вы видели но она сейчас пошла на понижение инфляция вот ноябре ноябре 4,24 вот по сравнению с ноябрю октябрю короче ноябре вот вообще годовая потребительская в октябре к октябрю уже годовая была 85 процентов 85 и 51 соток процентов 86 будем говорить да в ноябре это это снизилось 84 и 39 так что ноябре вот инфляции несколько вот снизился по сравнению с пиковым уровнем за последние 24 года так вот снижаться сразу пошло это месячная инфляция уже в ноябре было два целых восемьдесят восемь сотых соток то есть идет понижение но и будет ли в следующем году такой же взрывной волны вот и для си нет навряд ли навряд ли пик инфляционного периода прошло пик вот такой прошло потому что если этот пик не пройдет допустим да вот так вот людей извините нашу среди социального взрыва это или же государство придется запустить печатный станок увеличить зарплаты что приведет вообще деньги превратятся фантики том числе и доллар тоже или же устаканить ситуацию как говорится регулированием цен ужесточением мер всяких вот этих государственных рычаги государственные рычаги они работают хорошо но я думаю что турции уже как такового вот такой вот это самое не будет кто же в этом выиграл во время этого инфляционного периода тех которых успели по хорошим ценам продать свои квартиры по хорошим ценам во время инфляции те которые вложили деньги в государственных банках зираты в баке банк халбанкасы под куркорум это значит проценты и под инфляционный там идет это самое и те которые положили деньги именно вот у них лежали деньги во время вот это взрывной волны когда с апреля особенно по август она пришлось вот это самый так и пиковые эти получили хорошие проценты банка хороший процент получил несколько раз выше чем даже годовая должны быть у них на три месяца есть на 6 месяцев и на год вклады на проценты вот они вот получили деньги намного превышающие даже годовой вот этот процентной ставку банки возместили но конечно не все возместить не смогут но банки возместили частичная человеческая вот это самый как говорится это она как бы менее шоков пошло но конечно квартиры подорожали все подорожало но нищим нищим я не видел что кто-то остался нищим зарплату повысили пенсии повысили как-то государство вот это делает сама но конечно очень тяжело было такого я не помню за 8 лет пока я здесь живу чтобы турцию турции было все нормально как говорят багдаде все спокойно я думаю что следующий год будет наоборот понижение инфляции или же она стабилизируется на том уровне который сейчас стоит у у людей таких денег то нет что вот так вот потребительская цена особенно ладно автомобили сейчас я вот посмотрел цены на автомобили здесь не поднялись наоборот пошли вниз хорошие автомобили в анкаре даже я посмотрел вот хорошие автомобили можно купить пробелах 300 350 тысяч лир они были даже летом 500 600 много чего это так что поживем увидим поживем увидим вот инфляция вот такая была огромная я думаю что это турции уже не повторится это даю людей денег нету и мне кажется столько потока валюта тоже уже в следующем году не будет те которые могли выехать выехали уже давно понимаете сейчас еще и будут как говорится да и сейчас и до дорогой будет вылет авиапарк сами знаете каком у нас состоянии так что а иностранная авиакомпания которые будут возить им надо все в валюте вот оплачивать валюты туроператором тоже самое придется трудно до следующего года потому что проблок прокурировки вот таких санкционных мероприятий как они деньги будут перечислять отелем за услуги своих туристов все-все это очень это сам будет поэтому те которых могли выехать они выехали но сейчас тоже выйдут но не такое большое количество такого огромного армии вот такой это не не будет не будет уже под постепенный постепенный спаду возможно даже отец ноги как вот краснодарский край сочи тоже сибирь по наехали короче кому не лень охота на солнышке греться же всю жизнь сибирь еще раньше сибирь люди ездили для чего на заработки потому что там было московское обеспечение заработки хорошие были раньше москвичи ездили в сибирь чтобы заработать на квартиру москве а сейчас сибиряки едут москву чтобы заработал чтобы прокормить своих этих сибири но создано вот они вот переехали в краснодар а работ тоже нету краснодарском крае цены дороже чем сибири это спор помню у меня сочи один сибиряк сказал когда на рынке увидел это самая фрукты у нас сибирь дешевле чем здесь у вас фрукты так что головолок вот такой думаю все устаканится все будет нормально всех вам благ хорошее настроение пока